Казахский язык – один из богатейших и плодородных языков. Однако, несмотря на его государственный статус, казахский язык нешироко используется среди населения. Общественники отмечают, что престиж государственного языка необходимо укреплять. В этой связи в стране проводится ряд мероприятий для повышения статуса казахского языка. Язык – великое достижение народа, его неотъемлемый и неделимый признак. Так гласит наш закон о языке. Великий просветитель Ахмед Байтурсынов придерживался принципа. Самое мощное в том, что вызывает как сохранение, так и утрату нации – это язык. А нынешнее состояние родного языка – одна из актуальных проблем, волнующих жителей страны. Уже более 30 лет мы – независимая страна, и нам приходится убеждать и призывать детей коренной национальности обучаться в школе на казахском языке. Это очень печально. Я думаю, пропаганда казахского языка не приносит ощутимых результатов. Поэтому считаю, что каждый должен проводить популяризацию национального языка в своем окружении. Принести пользу в этом помогут и социальные сети, если они будут ввестись на казахском языке. Родной язык проникает и формируется в каждом человеке с молоком матери, поэтому мы должны прививать родной язык с детства, говорят общественники. В этой связи местными исполнительными органами была организована акция «Казах Миктибня Кадам Басаик», в рамках которой проводится разъяснительная работа с родителями. Учитывая, что за последние 4-5 лет наблюдается тенденция обучения казахских детей в классы с другим языком обучения, запустим проект «Казах Миктибня Кадам Басаик», не дожидаясь начала нового учебного года. Мы приступили к реализации данного проекта. Главная цель здесь – не смена языка обучения детей, а разъяснение вклада родного языка в развитие будущего страны. Представители образовательных учреждений отмечают рациональное проведение языковой политики, так как наблюдается значительный рост класса в школах на казахском языке обучения. Всего по Уральску насчитывается 50 школ. В 2020-2021 годах было 25 школ с казахским языком обучения, 12 школ с русским языком обучения и 14 смешанных школ. В 2021-2022 году количество школ со смешанным языком обучения увеличилось до 20. Число казахскоязычных школ не изменилось, а количество русскоязычных школ составило 5. Язык – понятие священное и святое для нашего народа, поэтому прививать любовь к языку нужно с пеленок. Но лишь разговаривать на родном языке недостаточно, нужно больше – любить. Сергей Уланов, Айбаршали Керва, Мирбуладжик и Паров, ТДК-42.